Всем привет! В этом видео мы построим вот такие вот гусеницы в билдобот фортрэш. Сначала мы немного покатаемся по миру билдобот и пытаемся поболтать с игроками. Отправляемся в путешествие. Рабочие гусеницы могут поворачивать вправо-лево, ехать назад. Можно менять скорость с помощью отвертки. Так, сейчас поеду в белую команду, посмотрю, что там у них. Так, тут какой-то корабль стоит такой ровненький. Красивенький. Сейчас посмотрим. Ну, такой ровненький. Это, к сожалению, не Титаник. Что тут у них? А, внутри еще ракета есть? Это что за корабль такой? Корабль и ракеты. Ладно, я пойду в красную команду. Так, тут ладно, тут никого нету, ладно. Уходим отсюда. Пойдем в синюю команду. Тут по чтению еще сложно плыть. Даже можно трюки вытворять, перекручиваться. Так, ага, вот там с ней человечек. А, только приехал, сразу вышел. Что это игроки такие? Ладно, я поехал. А, и смотрите, там сейчас ник какой-то появился. Какой-то игрок зашел справа. Я подъехал, он вышел. Я уехал, он зашел. О, а что тут моя подводка делает? Не понял. За мной следит. Я быстренько под воду уехала. Откуда здесь моя подводка? Что она здесь делает? Так, ага, я тут нашел, кто моей подводкой управляет. Кто-то построил ее, да? О, привет, привет. Только я вставать не буду, хорошо? Всем привет, и мы переходим к туториалу. Время туториала. Это эти гусеницы, их идея, принадлежит подписчику, который ник NBV2, который вы видели недавно. Так, сейчас мы строим гусеницы. Так, я сейчас повторяю, что он делает. Сейчас какая-то буква H английская получилась, такая красивая. Так, ага, теперь надо поставить колеса. Это у меня забор. Вроде бы это керамика. Все, я поставил колеса. А теперь поршни. А, поднимаем поршни. Ага, у него почему-то поднялось невысоко, у меня очень высоко. Так, пять блоков попробую. Не, не то, слишком высокое. Наверное, три. Не, слишком низко. Скорее всего, это четыре. Так, ставлю на четверку и перезапускаю. Да, четыре блока. Теперь берем опять забор из керамики, поворачиваем, ставим его в две штучки, и тут тоже надо поставить колеса. Ты что, меня рапун поймал, что ли? А ну, что ли, куда пошел? Ладно, он пошел пока разбираться там. Все. Надо анчор отключить. Упоршни не надо. Отключаю его, все, они спустились вниз. Все, могу поднимать и опускать. Теперь он поставил деревянный забор. Тоже поставлю. А, он его удалил. Зря я его ставил. Активируем сейчас поршни. Я ее дянчор включу. Так, это что такое? Да, это оказалось не надо строить. Сейчас мы все опустили, сейчас будем строить сами гусеницы. Ставим здесь вот так вот пять заборов. И точно так же надо будет сделать сзади. И здесь точно так же удаляем. А делаем то же самое сзади. Я уже сделал. Так, немножко подвинуем. Все, готово. Так, теперь нужно... Берем шарнир. Ставим его. Как показано на видео. И сейчас мы будем строить гусеницы. Так, надо брать забор. И вот так вот поставить его. Чтобы он прикреплялся к шарниру. Потом на этот забор нужно поставить еще один шарнир. Повернутый в другую сторону. И тут перерезать все это с заборчиком. Так. А, ладно. Что-то я неправильно сделал. Ну то я вам пример показала. Сейчас мы будем строить вбок. Тоже шарнир. Должен быть привязан к забору. И сам тоже привязывает забор. Такой вот механизм получается. Сейчас вот это вот так вот строим. Ну вот, поизвестные же вам методики, которые я вам только что показал. Строим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не прошло и тысячи лет, как я закончил. Фух. Теперь можно сохранять это. Так, ага. Что-то он стоит АФК. Что-то мне это не нравится. Вот. Ну да, я пропустил. Сейчас вам нужно взять этот же самый керамический забор и поставить его на забор, который под колесом. Колесом, которое среднее посерединке стоит. Ставим. Ставим. Я две штучки поставил. Теперь берем. Ставим туда шарнир и к шарниру надо поближе поставить пружинку. Потом берем керамический бок и масштабируем его на 0.5. Так, я сейчас смотрю, как он там делает. Надеюсь, что вы все уже поняли тоже, как тут делать. Смотрите. Так, как мне тут так пужинку поставить? Я попробую внутри поставить. Нет, не так, как у него. А он мне там показывает. Надо вот на этот бок, который масштабируем на 0.5, поставить за ним. Потом надо поставить шарнир. Вот, все получилось у меня. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Так, сейчас я его по-другому надо поставить, оказывается. Надо, чтобы его половинка была полностью внутри забора. Так, сохраняю как гусицы. И сейчас надо еще одну такую же построить с другой стороны. Но сначала, конечно же, проверка. Если как только запустили, у вас ничего не разводилось на запчасти, то значит, все у вас правильно сделано. Так, сейчас ставим стульчик. Теперь я беру джетпак. Ну, может было стульчик на пол поставить. Садимся на стульчик. И зажимаем клавишу вперед. Так, зажимаю. Стойка строил. Фух, едет. Вот, смотрите, вы сейчас видите какие-то треугольные гусеницы или круглые даже. Они будут другие. И мы сейчас еще тут настраивать будем. Так, ага. Он вообще на 10 бок. Понял. Это что за треугольник у него такой? Так, ладно. Переходим к механике. Мы удаляем вот эти два забора и там ставим входит домкрат. И потом на домкрат ставим один забор и от колеса тоже ставим по одному забору с каждой стороны. У нас получается вот такой вот механизм, который двигает домкраты. Домкраты берут, двигают забор, забор двигает колеса и все вот так вот. Ой, что это такое? Нет, 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 так не пойдет, так не пойдет. Загружаем. Сейчас надо у вот этих вот домкратов немножко по-другому их настроить. Сейчас ставлю стул. Ну, смотрите, она, видите, не едет. Выделяем два домкрата через shift на компьютере. Я ставлю три блока. Выдвигается. И вот, смотрите, просто прекрасно все крутится. Так, кажется, с настройкой закончили. Я сейчас перенес свою постройку, потому что мы вообще в упор стояли, и он просто не мог строить. Поэтому мы сейчас будем строить еще одни гусеницы. Так, ну я сейчас буду смотреть, что он делает. Так. Кажется, все-таки придется еще одни строить. Ничего копировать мы не будем. Ладно, все, быстрее приступаем. Только все надо делать задавна, наперед. Если шарнир смотрел влево, то он должен сейчас смотреть вправо. Короче, задавна, наперед. Фух, знаете, сколько я все это делал? Осталось только вот тут вместо десяти буквы поставить на три. Все. Ой. Сидел, сидел, строил. Все, готово у меня. Сохраняю. Наконец-то гусеницу я вроде бы закончил строить. Так, что теперь, что теперь надо делать? Сейчас посмотрим. Так, еще раз на всякий случай сохраню. Ставлю кнопочку. Включаю ланчор и проверяю. Что это такое? Ну, блин. А что с гусеницей? Я ее так долго строил. Я сидел, строил, строил. Она взяла, отвалилась. Так, ладно, будем искать причину этой поломки. Ага, смотрите, я тут забыл поставить шарнир. Устанавливаю. И сейчас у меня все должно работать. Так, точно только здесь шарнир. Вот, видите, один шарнир не поставил. Так расстроился. Вся гусеница взялась, летела куда-то. Вот, теперь сохраняю. Ставлю снова кнопочку. Отключаю ланчор. Нажимаю на кнопочку. И все работает. Наконец-то у меня все получилось. Все крутится. Все правильно. Так. Сейчас буду смотреть, что-то там опять делает, делает. А он там уже стульчик, что ли, поставил как-то. Так, беру керамический блок. Куда он его там поставил-то? Ага, он дополнительный забор поставил. Сейчас берем керамический забор. Крутим его, ставим, на него ставим блок. Керамический тоже. Ставим стульчик. Все готово. Теперь выделяем шифр. Ну, просто кликая. Тут шифр даже не нужен. Отсоединяем левые колеса. И так, какую клавишу написать? Пишем какую удобную клавишу. Отвязываем, потом привязываем. Я вперед поставил Е. Назад у меня будет Т. Назад мы ставим одну клавишу. Например, Т. А вперед, ну, лучше у левых ставить Q. Чтобы все правильно было. А у правых Е. А назад у всех одинаковое. Т должно стоять. Так, теперь выделяем поршни. Их тоже нужно отвязать. Потом снова выделить. И снова привязать. Пул мы ставим Z. А пушь X. Мне это порекомендовало вам BF2. В дискорде написал. Кстати, если хотите тоже, чтобы ваша постройка была снята в видео, то заходите ко мне в дискорд. Пишите в комментариях. Я вам дам свой дискорд. Так, сейчас садимся и поехали. Ой, что это такое? Что это такое? Я столько строила. Что это такое? Сосиска какая-то. Ползет, а не едет. А, надо X зажать же. Ну, да, точно. Забыл на X зажать. Уже подумал, что это такое. Что-то я перевернулся. Что он такой шустрый? Он переворачивается так. Надо немного помедленнее сделать. Сейчас выделяю все блоки. Нажимаю кнопку. И тут есть скорость колеса. Я нажму 4 раза. Все, я поставил на десяточку. И вот сейчас более-менее как-то плавненько идет. Все, так да, нормально. Поворачиваюсь. Зажимаю Q и E. И я еду в две стороны. Если нажимать на одну клавишу, то мы будем поворачивать в сторону. Так вот получается. Одну клавишу нажимаешь, поворачиваешь. Две клавиши зажимаешься и едешь. А нажимаешь клавишу T. И сразу едешь двумя гусеницами назад. Ой, ты что меня врезаешь? Оу. Так, сейчас я выделяю все блоки. Ставлю скорость колеса. Но быстрее. А то мне кажется, десятка слишком мало. Ставлю на тридцаточку. И... Оу. Все. Гоню быстренько. Но только тут на воде довольно сложно ехать. Потому что чтения все-таки мощные. Не танковые. На этом я буду заканчивать. Надеюсь, я вам помог. Если видео вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. С вами был Уфгеймс. Всем до скорого. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok